Как тебя встретила Хорватия? И какие были твои первые впечатления об этой стране? Как будто я приехал в рай. И сегодня это курорт, шикарный курорт, куда многие приезжают отдыхать. Самый большой доход в месяц – 5000 евро. Население в жупе. Простите, выражайся нормально. Это далеко не Европа. Я много где видел, много следов от выстрелов. Расскажи мне о хорватских девушках. Красавица южная никому не нужна. Здесь всегда мужчины ценят своих женщин. Ну и женщины ценят своих мужчин. Девчонки местные – самые красивые, что и до сих пор видят. Ты можешь ходить, гулять поздно-поздно вечером, ночью даже, и ничего с тобой не случится. Лена, а чем ты зарабатываешь здесь 9 лет на жизнь? Чем только я не зарабатывала. Эх, Хорватия. Невероятнейший климат. Мне кажется, более 300 солнечных дней в году. 1244 острова. Здесь так красиво, что когда ты турист или лучше даже путешественник, хочется прогуливаться, гулять, кататься, наслаждаться. Но как здесь жить? Стоит ли в эту страну переезжать? Как тебя здесь встретят? Правда ли, что здесь очень низкие зарплаты, при этом очень высокий уровень счастья? Вот в этом видео мы с вами во всем и разберемся. Это новый выпуск «Экспаты» из Хорватии. Приятного просмотра! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Наташу из Питера в Хорватию привела любовь. 13 лет назад она приземлилась в Дубровнике и потеряла дар речи от красоты Адриатики. Девушка все схватывала на лету. Быстро выучила язык, оперативно устроилась на работу и с разбегу нырнула в местную культуру. Наташа сильно скучает по родному Петербургу. Но в то же время искренне любит Дубровник и влюбляет в него остальных во время своих ежедневных экскурсий. Наташа, где это мы? Мы находимся в порту города Дубровник. Вот когда-то вот так вот этот город в начале 20-го столетия видели русские эмигранты, которые уезжали из Советского тогда уже Союза. Ну, а я в 2008 году приехала сюда тоже как эмигрантка. Я приехала сюда уже основывать свою семью. Начинала с нуля, я язык не знала. Учила его какое-то время в Петербурге. Потом уже здесь я его начинала осваивать в ежедневной общении со своим супругом, его друзьями. А потом, когда устроилась на работу, это уже, конечно, коллеги, которые меня окружали из разных регионов Хорватии, где присутствуют разные диалекты. Поэтому я впитывала как губка. И теперь я знаю много слов из разных регионов. И, в общем-то, мой хорватский язык очень богат. Сколько понадобилось времени, чтобы изучить язык? Приблизительно полгода, чтобы уже четкими фразами говорить. Ну, а язык, он, конечно, совершенствуется всю жизнь. Но я уже считаю, я уже вижу сны на хорватском. Те, кто знают украинский и русский язык, могут с легкостью улавливать. Но при этом не забывать о том, что есть много слов, которые вроде как похожи, а вроде и не похожи. Например? Ну, например, смотри, у меня случай был, когда я сюда только переехала, еще языком не так хорошо владела. Я пришла в ресторан и заказываю напитки. Я говорю в ресторане, думая о том, что языки похожи, мне бокал вина. Мой тогда еще будущий супруг на меня смотрит, говорит, ты уверена, бокал вина? Я говорю, конечно, бокал вина, в чем проблема? Кто не выпьет бокал вина? Я заказала бокал вина. Но бокал – это графин по-хорватски. А еще мы подарим 1000 долларов на авиабилеты от поиска авиабилетов и путешествий Treat My Dream. Смотрите видео до конца и узнаете, что нужно сделать, чтобы принять участие в розыгрыше. Своей историей также поделится Гор. Простой парень из Армении, который спасает жизни. Гор – врач-хирург. С самого детства он мечтал помогать людям, учился в мединституте в Ереване, а реализовать себя смог в курортном Дубровнике. В этот город сначала переехала его сестра, а 13 лет назад и сам Гор, поскольку получил предложение, от которого не смог отказаться. Сестра мне сказала, что у нее знакомый бывший директор больницы. Я могу познакомиться с ней, а ты поговори, может, что-нибудь они скажут. Они мне познакомились с шефом пироги. Я поговорил, и сразу мне предложили здесь ординатуру, специализацию. Сразу же? Сразу, сразу, да. Есть Загреб, столица, очень большой город. Есть Дубровник, есть Плит, есть еще несколько больших городов. Ты бы хотел попробовать работать в другом городе, либо Дубровник – это город твой? Два с половиной года ординатуры прошло в Загребе. Город неплохой, но там жить постоянно не смог бы. Дубровник – город – это что-то очень особенное. Комбинация хорошей архитектуры, истории и природы. Одного, что только что не хватает в Дубровнике – это инфраструктура. И я тебя привез на мост, который построен после войны, то есть в течение войны, а закончен в конце войны. И назван по имени первого президента Хорватии Франя Туджмана, который заслужен за независимость Хорватии от Югославии. По ему имени названы много улиц, места и поселков всего в Хорватии, как первого президента. О жизни в Хорватии честно расскажет Лена, которая переехала сюда из Минска десять лет назад. Однажды, во время отдыха в Далмации, она остановилась на набережной, чтобы насладиться живой музыкой. И услышала, а затем увидела его – парня-музыканта, который в итоге кардинально изменил ее жизнь. Каждую секунду с этим мужчиной Лена чувствовала нереальную заботу. Поэтому бросила в Беларуси все, взяла своих дочек и переехала в Сплит к любимому – создавать саундтрек своей новой жизни. Многие упрекают далматинцев в их некой лености. У каждого из них есть какая-нибудь бабушка, какое-то наследство, какой-то маленький апартаментик. И они имеют свой постоянный источник дохода. И, собственно, тогда им не нужно напрягаться. Но, тем не менее, у них есть та подушка, которая им позволяет сильно не заморачиваться насчет работы и заработка. И жить, по-принципе, уживайте. Да, совершенно верно. Я тебе хочу сказать, что в этом есть определенный смысл. И я сама, например, грешила после переезда тем, что мы же как, на что заточены? Мы быстрее, выше, сильнее. Каждая минута должна быть использована. Все, что сказал, должно быть сделано вчера. Когда живешь здесь, уже если ты ассимилируешься, да, если ты не ассимилируешься, ты не выживешь, то понимаешь, что оно не настолько важно. Вот эта вот постоянная скорость, постоянное стремление к каким-то там, к призрачным достижениям. Я думаю, что золотая середина как раз-таки вот между далматинским образом жизни, да, и нашим. Мы с вами сейчас гуляем по центральной набережной города, Риве. То есть это знаковое место. Это место не только туристическое, это излюбленное место для всех местных жителей. Здесь огромное количество кафе и ресторанов. Сплечане проводят часами здесь время, попивая кофе за неторопливой беседой. И, кстати, не только кофе, в любом случае это такое средоточие общественной жизни города. Строительство дворца как раз-таки и считается началом основания города Сплита. То есть это в районе 295 года было начато строительство. В 305 году Деклетиан ушел отдел и поселился в этой своей летней резиденции. Во времена Римской империи неподалеку находился центр провинции Далмация, назывался Салона. Это теперешний Салин. По тем временам это был огромный город, порядка 80 тысяч населения. Во времена нашествия Аваров салона была разрушена. Это в 7 веке произошло. И население бежало. Бежало куда? На ближайшие острова и в город Сплит. Собственно, так город Сплит и возник. То есть люди начали строить дома на территории царского дворца. Сейчас ты можешь наблюдать совершенно уникальное образование. Живой город в музее. Он включен с 1979 года в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Как раз таки одна из причин, что это не только музей хорошо сохранившийся, но это живая структура, живой организм. Что это у нас? Это на счастье? На счастье, чтобы ты всегда был счастливым, где бы ты не отдыхал. Это человек, который постоянно находится здесь при любой погоде. Да. Мирза. Его зовут Мирза. Мы находимся в старом городе Дубровник. Это историческая часть, по которой этот город и известен уже много-много десятилетий, или даже столетий. Потому что этот город был таким вот торговым, портовым городом, который свое богатство зарабатывал, торгуя разными товарами. И он находится на прекрасном побережье Адриатического моря. И сегодня это курорт, шикарный курорт, куда многие приезжают отдыхать. Сейчас мы идем по одной из самых красивых улиц мира. Представляешь, в 2017 году один американский портал включил эту вот улицу, по которой мы идем, в список самых красивых улиц. На первом месте был Ocean Drive в Майами. Ты, кстати, был там? Да. Елисейские поля в Париже? Да. А теперь ты находишься на третьей красивой улице на Страдуне. Посмотри, какая она красивая, длинная, скромных 300 метров. Дубровник – это чисто туристический центр. Либо все-таки здесь живет большое население, чем-то занимается, кроме туризма. Все-таки это больше туристическое место. Хотя у нас здесь есть и университеты, и какие-то другие предприятия. Но в основном это, конечно, туризм. Город комфортный для жизни в целом. Это очень спокойный город, тихий, где практически нет криминала. То есть ты можешь ходить, гулять поздно-поздно вечером, ночью даже, и ничего с тобой не случится. Я много где видел следов от выстрелов, когда гулял раньше по Дубровнику, когда сюда приезжал. Когда была война в 90-х годах, этот город подвергся бомбардировкам, которые длились около 8 месяцев. И вот эти вот дома помнят вот эти вот артобстрелы. Хорватия в свое время подвергалась влиянию и Османской империи, и Венецианской республики. Австро-Венгров. Австро-Венгров, да. А вот этот город, по которому мы сегодня гуляем, он довольно-таки недавно вошел относительно состав Хорватии. Этот город был независимым городом-государством, который был конкурентом и Венецианской республики, и также был каким-то таким конкурентом и Османской империи. Так что, в общем-то, город был мощным. Если в целом говорить о стране, население около 5 миллионов, 4,5 где-то. Да. Очень многие хорваты на сегодняшний день эмигрируют из Хорватии, потому что не очень высокий уровень жизни и зарплаты. К сожалению, да. Есть такое, что довольно-таки большой уровень миграции в соседние страны Европы и дальние страны. В общем, как здесь они говорят, тырбухом за крухом, то есть идут за хлебом куда-то далеко. Скажи мне, вот та Хорватия, которую я на сегодняшний день вижу на карте мира, когда она сформировалась, когда стала независимой? В 1995 году, после окончания последней войны, после распада Югославии, Хорватия захотела быть независимой. Политика Милошевича в то время отличалась от взглядов в основной части населения Хорватии. И, соответственно, возник конфликт, из которого Хорватия вышла уже независимой страной. И с 1995 года существует как республика Хорватия. Хорваты, они сами так, мы независимые, они очень обижаются, когда говорят, что вы бывшая Югославская республика и так далее. Люди делятся на несколько лагерей. Некоторые ностальгируют по бывшей Югославии. Вероятно, это в чем-то похоже на ностальгию по бывшему Советскому Союзу, то есть по тем временам, что когда-то было хорошо. Их, в принципе, можно понять, как я считаю, потому что Югославия была очень сильным государством, с очень развитой промышленностью, богатым государством. А сейчас Хорватия живет в большей степени за счет туризма. Как долго длился процесс адаптации, ассимиляции? Довольно-таки быстро, где-то около полугода. Это точно. У некоторых он, кстати, даже и длится дольше. До того состояния, в котором нахожусь сейчас, я пришла, наверное, только после 6-7 лет жизни. Это такое уже полное принятие, я бы сказала. Полное принятие, когда ты уже все принял и начинаешь получать удовольствие от процесса. Ты здесь живешь? Это твой береза что-то? Нет. Нет, ты живешь не в старом городе. Мы находимся с тобой во дворце императора Деклетиана. Представь, мы во дворце. В том числе и здесь дворец. Да, мы на территории дворца. Да, это все дворец. Ты приехала. Приезжаешь в страну. Тепло. Классный климат. Климат замечательный. Об этом, кстати, очень любят спрашивать местные. Они очень любопытные, любознательные. Как только узнают, естественно, они узнают по твоему акценту, что ты иностранец, сразу спрашивают, как вам здесь нравится. И вот ты должен ответить, ой, ну классно. А им нравится? И они тогда вот, да. Понимаешь, как сплечане, вот мы сейчас говорим о сплечанах, они не принимают отрицательного ответа. То есть, если ты скажешь, что мне тут плохо, мне здесь не нравится, они это просто не поймут. И есть это еще одна из особенностей местного менталитета. Это, конечно, немножко в шутку. То есть, ругать сплит и все, что с ним связано, могут только местные жители. В Хорватию я решил лететь снова со Скаяп. Получается очень удобно. Из Киева прилетел в Дубровник, посмотрел, показался по стране, приехал в сплит и обратно уже полечу отсюда домой. Скаяп – одна из самых динамично развивающихся авиакомпаний, даже в это время продолжает следовать своей миссии – открывать украинцам мир, а миру – Украину. Уже этой осенью начали полеты в Париж, Ниццу, Барселону, Аликанты, Мадрид, Лиссабон, Прагу и другие города Европы. А еще в Казахстан и Узбекистан есть рейсы даже в Африку и Азию. И мой лайфхак для подписчиков из других стран. Вы можете покупать рейсы Скаяп через Киев как транзитные. К примеру, Алматы, Киев, Тенерифы. Сравнивайте цены, выбирайте даты и путешествуйте. А еще Скаяп частенько рассказывает об акционных предложениях и скидках в своем инстаграм. Поэтому, если хочешь не пропустить – обязательно подписывайся. И да, напоминаю, что до конца 2021 года действует 5-процентная скидка по промокоду Буренок на все направления по всему миру авиакомпании Скаяп. И да, приятного просмотра. Видео дальше. Как тебя встретила Хорватия? И какие были твои первые впечатления об этой стране? Как будто я пришел, приехав в рай. А мне очень хорошо приняли. Мое самое первое впечатление, когда я сюда приехала – это вау, как красиво. Потому что я увидела первое – это, конечно, море. Была летняя погода, красивый цвет моря, солнечная погода и ароматы, которые меня окружали, потому что было цветение. Мне на каждом шагу что-нибудь удивляло. Хожу на пляж, девчонки местные, самые красивые, что я до сих пор видел, до приезда в Хорватию. Приставал к ним? Иногда – да. Как? На армянском. На армянском? Нет, чуть-чуть. Потом ездил в ресторан – отличная рыба, великолепная рыба. Потом сели в машину, тогда работали в нескольких городах, в нескольких отелях. От Брача, Омиша до Черногории. Каждый уикенд я ездил и работал в отелях. Первый отель, другой остров, третий отель, четвертый остров. Вино хорватское, пиво хорватское – все отлично. Живи и наслаживайся. Здесь очень развито кумовство. Ты должен быть знаком с кем-либо, чтобы преуспеть. Что касается бизнеса – это, как правило, принадлежность к одной из политических партий. А что касается обычной жизни – обязательно у всех есть кум, сват, брат, дядя где-нибудь, который помогает решать вопросы. И точно так же это как палка о двух комцах. Если ты, например, где-то сидишь в кафе, общаешься на какие-то, так скажем, острые или спорные темы, люди разговаривают так, с оглядкой. Почему? Потому что за соседним столиком может сидеть кто-то, о ком ты в данный момент говоришь, или тот, кто знает этого человека. Это, наверное, особенность маленького городка, которым является сплит. Здесь совсем другой менталитет. И когда ты приехал, ты еще не знаешь, каким образом эту проблему, любую, в принципе, там, бытовую проблему нужно решать. Вначале я везде ходила со своим мужем, потому что, если ты звонишь в какую-нибудь, не знаю, вот с интернетом у нас был случай такой, звонишь в службу поддержки, нет у нас интернета, они с тобой очень вежливо, шикарно с тобой разговаривают, но проблема не решается. И это может длиться днями, то есть ты звонишь, с тобой разговаривают, пока, например, мы не пошли на то место, где мы заключали договор. И достаточно жестко пришлось поговорить с работником, который сразу же нашел ошибку, которую допустили они сами в программе, понимаешь? Ты переезжала из Минска, из Беларуси 9 лет назад. Да. Была же какая-то картинка, условно, которая формирует YouTube, средства массовой информации в Европе, Европа. Есть какая-то прямо такая вот Европа? Да, Хорватия – это Европа, но, тем не менее, это балканская часть Европы. То есть здесь… Незападная Европа. Незападная, да, да, да. Несмотря на то, что католицизм здесь, безусловно, влияет и на взаимоотношения, и на некоторую, может быть, дистанцированность в каких-то вопросах, да. Но, тем не менее, это не Европа. То есть как раз-таки в вопросах решения различного рода проблем это далеко не Европа. Причем у местных тоже есть такое выражение, что, когда начинают сравнивать с Германией то же самое, они говорят, ну, мы же в Хорватии. Так что, что ты хочешь? Мы же в Хорватии. Бесполезно бороться с ветряными мельницами. Если ты хочешь остаться здесь, ты должен ассимилироваться. Ой, ну я, например, перестала торопиться. То есть первоначально, как только я переехала, у меня такой был поверхностный взгляд, в том числе и на город. Я приехала, думаю, боже, ну здесь же какая, ну не дыра, конечно, но думаю, боже мой, ну здесь же ничего нет. Здесь же какие-то элементарные вещи, там, не знаю, парикмахер, вот эти вот бытовые услуги. То, к чему привык, знаешь, думаешь, ну как, как, где это найти. А оказывается, просто нужно немножко замедлиться, и ты так дальше... И не стричься. И ты так дальше... Нет, насчет стрички... И отращивать волосы и ногти. Насчет стрички у меня смешная история. Я порядка, наверное, четырех или пяти лет, я ездила в Загреб стричься. В Загреб? Да. Это правда, совершеннейшая правда, потому что там единственный в Хорватии салон де Санж, который, собственно, я привыкла, понимаешь, к их методике. Вот так вот каталась в Загреб. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Помимо выйти замуж, жениться, какие есть еще способы сюда переехать и здесь остаться? Начать бизнес, самостоятельно решиться на этот шаг. Но здесь нужно понимать, что бизнес – это всегда большие вложения. А здесь закон прописывает нанимать на работу хорватов, платить им минимальную зарплату необходимую. Есть также инвестиции, то есть есть определенная сумма. Честно, я не помню, какая сумма, но она немаленькая для того, чтобы получить возможность как-то свой легализовать статус и, в общем-то, получить еще рабочую визу. Рабочую визу получить можно, но сложно. Есть еще вариант учебной, наверное, визы. Да, все верно. Учебная виза – это довольно-таки тоже простой способ. Но Хорватия не славится образованием? Оно дешевле здесь, скажем, чем в других странах Евросоюза. Например, стоимость на филфаке в Загребском университете стоит за семестр около 1000 евро. Я не знаю, как за такие деньги обучиться где-то в России или в какой-то другой стране. То есть пару тысяч евро у тебя в год, допустим, 6 лет учиться, 12 тысяч евро в сервисе обучения. Это супер дешево. Здесь вопрос покупки недвижимости, получения ВНЖ, ПМЖ не работает вообще. То есть какую бы ты недвижимость не покупал? То есть как в Черногории, например, где ты получаешь Мальта, Кипр и так далее, когда еще работали программы. Нет, здесь, если ты даже и купишь свое жилье, то только получишь максимум на 1 год ВНЖ. И надо потом уехать из страны на полгода, как минимум, и опять все с нуля. Ваша семья живет в Дубровнике? Недалеко от Дубровника, в ближайший пригород. Сколько вам вдвоем нужно денег на жизнь здесь? В среднем, чтобы себя комфортно чувствовать и выполнять все свои обязательства перед банками, перед всеми остальными компаниями, которые выставляют счета, в среднем нужно где-то 2000 евро. На двоих? На двоих. При этом у вас есть свое жилье, скорее всего, у мужа, правильно? В кредит. Какой процент по ипотеке? Точно не помню, но где-то в районе 6. Ого! Это много. Обычно Европа от 2 до 4 процентов. 6 – это уже высокий процент. То есть 2000 евро. На что эти деньги уходят? 1000 евро надо считать сразу на оплату кредита и машины. И потом 1000 евро – это еще себя комфортно кормить и одевать. Друзья, чем я могу еще быть для вас полезен? Во-первых, я делаю формат «Экспаты бизнес», который выходит на моем бизнес-канале Андрей Буренок о бизнесе. Там совсем недавно вышел выпуск из Хорватии, где мы разбирали отельный бизнес в Дубровнике. Также есть разбор бизнеса фрилансеров, которые живут в Черногории и много других интереснейших выпусков о малом, среднем, большом бизнесе из разных уголков мира. Не стесняйтесь прямо сейчас. Переходите, подписывайтесь, смотрите. Поверьте, вам понравится. Также у меня есть школа цифровых навыков, где за последние полтора года мы обучили уже почти 1500 человек. На шестом потоке сейчас учатся более 400 человек. Вы можете присоединиться к нему либо к седьмому потоку, который начнется через несколько месяцев. На этом курсе мы даем отличнейшие базовые знания в интернет-маркетинге. Это контекстная реклама, SEO-оптимизация, social media-маркетинг, как делать аудит, как настраивать воронки, как настраивать аналитику, conversion rate optimization. В общем, у нас более 100 часов контента, где мы вживую делимся своими ошибками и уроками. У нас больше практики, немножко теорий для того, чтобы вы что-то понимали, но в основном это практика. И как раз преподают те люди, которые много лет в бизнесе, которые своими руками много чего настраивали, получили свои ошибки и уроки. Это вся моя команда, команда TripMyDream, которая преподает на этом курсе. Так вот, сейчас действуют лучшие цены на седьмой поток, а также можно присоединиться к шестому потоку. Также, если вы предприниматель, у вас есть малый, средний, большой бизнес и вы не доверяете своим маркетологам, либо у вас проблемы с агентством, либо вы вообще не занимаетесь маркетингом, то давайте мы займемся вашим маркетингом. У меня есть агентство по интернет-маркетингу, мы тоже 1,5 года работаем на этом рынке, обслуживаем больше 20 клиентов, разбираемся в социал-медиа-маркетинге, в контекстной рекламе, все оптимизации, делаем комплексный аудит, делаем комплексную стратегию. В общем, если вы предприниматель, либо не предприниматель, вам нужен интернет-маркетинг, приходите, поможем вам. И да, приятного просмотра. Видео дальше. Сколько нужно денег для того, чтобы жить в скалете? Все очень сильно зависит от того, имеете ли вы свое жилье или снимаете квартиру. Так. Потому что первоначально, как только мы переехали, мы снимали жилье. И это была совершенно другая история. Сейчас самую небольшую квартиру ты снимешь за 350 евро в месяц. Мы же порядка 9 лет назад снимали квартиру, правда, не в центре, с тремя спальнями за 320. Ну, плюс коммунальные услуги. А 350 евро сейчас это какая-то однокомнатная квартира? И понятное дело, что не в... 30 метров каких-нибудь максимум. 30 метров? Не в старом городе? Не-не-не, не в старом городе, не совсем на окраине, но так. Если это будет какой-то в середине примерно города, то это уже будут цены 400-500 евро. А если купить квартиру сейчас? Я живу, например, на окраине, и там у нас метр квадратный стоит в районе 2700 евро. 2700 евро метр квадратный? Совершенно верно. Они еще с мебелью, с техникой, с ремонтом. И тебе еще пиццу доставляют каждый день? Поэтому так дорого. Я думаю, что здесь, на побережье, цены не будут падать никогда. Понимаешь, когда мы искали еще только квартиру для того, чтобы приобрести, у мужа моего были такие мысли, что, ой, может, там что-то немножко подождем. Кризис. Такая иллюзия, кстати. Подождем кризис. Подождем. Кризис был, кризис... И был прошлый год весь кризис, и не упали. Цены только вырастут. Цены не упали, цены растут. Если первоначально... Причем, ребята, и в Португалии, и в Турции, и в Грузии везде растут цены, потому что, не знаю почему, я тоже думал, ну, вдруг в какой-то момент... Объясню здесь почему. Здесь очень небольшая полоса застройки. Здесь мало места. Если ты обратил внимание, вот мы находимся в средневековом городе, дома налеплены буквально один над другой. Если ты отъедешь в какой-то спальный район, разница будет, но все равно там не будет таких просторов, к которым мы привыкли. Там все равно все очень компактно. Здесь есть еще какая-то особенность. С учетом того, что страна приходила в себя после войны, правительство просто дало на откуп людям, значит, ну, вот вы выживаете, да, вот, ну, выживайте как можете. Соответственно, масса жилья была построена без учета городского плана. То есть вот такое хаотичное строительство. Потом был процесс легализации этого жилья, то есть уже, соответственно, правительство дало узаконить вот эти все постройки, потому что иначе этот кризис решить было бы невозможно. Касается не только с плита, мне кажется, в тот же Дубровник. Там так все настроено, окно в окно, дверь в дверь. Я сюда, ты сюда налепил и как-то вот... Да-да-да, потому что очень мало места. Мы купили квартиру порядка 60 квадратов. По тем временам она продавалась около, по цене где-то в районе 2000 евро за квадрат. Как я уже сказала, в том же самом районе теперь уже 2700 по квадрату. Вот, но мы ее взяли тогда с большой скидкой. Давай прогуляемся еще по старому городу и поболтаем о жизни здесь, о бытовых вопросах. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, расходимся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это особенности жизни в старом городе. Сколько мы не ходим, постоянно кто-то где-то шумит, ездит, катается. Сложно пройтись так, чтобы было тихо, просто насладиться. Давайте здесь присядем, еще поболтаем. Вы купили квартиру. Вы покупали ее в кредит или нет? Нет, мы не брали кредит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сколько нужно денег такие твоей семье из 4 человек, учитывая, что у вас есть квартира в месяц, чтобы комфортно себя чувствовать? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я тебе скажу, нашей семье я бы сократила на трех. Почему? Потому что моя старшая дочь уже живет практически самостоятельно. Коммунальные услуги порядка 130 евро в месяц. Но это, опять же, говорю о наших конкретных условиях. То есть это включает в себя оплату электроэнергии, воду, интернет, различного рода обслуживания, коммунальные дома, парковочного места в гараже. То есть вот это все вместе. И, кстати, должна сказать, что это не включает в себя медицинское страхование, потому что за медицинское страхование мы уже не платим. А когда ты только приезжаешь, и ты приезжаешь, если ты приезжаешь из стран третьего мира, то есть если ты не приезжаешь с каким-то европейским гражданством, то ты платишь все за себя сам. Прикольно. Страны третьего мира так звучит. Ну, да. Я приехала из Беларуси, я из Украины. Это все страны третьего мира для Европы. Не только Беларусь, Украина. Америка тоже страна третьего мира для Европы. Так что тут в хорошей компании. Все, что не Европа. Итого. 150 евро коммунальные услуги. Сколько на продукты надо? Я думаю, что в районе 1000 евро. На троих? На троих, да, хватает. 1150 евро. Что еще? Одежда, развлечения? Одежда, развлечения. Одежда, кстати, здесь недорогая, как я считаю. Потому что уже, как местный житель, ты себе не будешь покупать ничего в сезон. Ты покупаешь себе на распродажах. Соответственно, здесь это совсем недорого. Кроме, может быть, обуви. С обувью здесь вот у нас конкретно в сплите, я бы сказала, что не очень хорошо. Если водишь автомобили, соответственно, ты рассчитываешь, что тебе нужно раз в год платить за его техобслуживание и страховку. Вот я за свой небольшой фиат, сколько у меня получается, в районе 200 евро в год. Да, вот это получается. Ну, плюс ты его... Плюс бензин дорогой, это около 1,5 евро. Да, плюс обслуживание. Общественный транспорт, билет на автобус, насколько я помню, стоит где-то в районе 1,5 евро. Один раз проехать? Да. А что касается отопления, какая-то часть населения обогревается кондиционером. Но это, опять же, в зависимости от расположения квартиры. Когда ты покупаешь квартиру, ты должен знать, в какую сторону у тебя, на какую сторону выходит комната. Вот в нашей квартире, например, гостиная выходит на южную сторону. Соответственно, мы ее не обогреваем зимой вообще. Там очень тепло. А спальни? Спальни выходят на северную сторону. Но я, например, адаптировалась и считаю, что это даже более здоровый режим. То есть, когда у тебя в комнате там в районе 18 градусов. То есть, у нас стоит электрическая батарея, мы купили норвежскую. Но я, если честно тебе скажу, я ее очень редко включаю. А стены сыреют или нет? У нас нет. Ну, потому что мы купили квартиру в новом здании. То есть, уже по всем европейским... И далеко от моря, наверное. Да. Вида на море у меня нет. У меня вид на горы. Так. А те, кто живет ближе к морю, стены сыреют, наверное? Опять же, в зависимости от качества жилья. Понимаешь? Если построены сейчас уже с учетом изоляции. Если ставить стеклопакеты, безусловно, будут сыреть. Если ты будешь там включать кондиционер зимой на 25 градусов. Если же ты будешь соблюдать какой-то средний режим и постоянно проветривать. Все местные хозяйки, когда бура, кстати, открывают настежь. Настежь просто все окна и проветривают квартиры. Ты находишься по каким документам? Вышла замуж, все. Правильно? У меня уже гражданство. Как дети приехали сюда? Ты смогла детей сразу перевезти, выйдя замуж за хорватом? Естественно, мы приезжали все вместе. По-другому вопрос не стоял. С учетом того, что они у меня были с белорусским гражданством, мы должны были получать и ждать одобрения в Минске в визы. То есть мы получали все через Москву, через посольство. Дубровник – это туристическое либо полутуристическое место. Все местные живут где-то далеко за городом, правильно? Ну, нет. Многие есть. Потому что это не целый Дубровник. Это старый Дубровник, старый город и около Дубровника. А там, где мы снимали с моста, там есть много и квартир, и домов. Лопат район. Лопат, груш, бабеньку. Даже мы видели небоскребы. Несколько небоскребов в Югославии осталось стареньких. Так что там тоже живут. А много населения мы кошите там на берегу реки Дубровочки и в жупе. Где? В жупе. Подожди. Мы не договорились. Простите, выражайся нормально. Жупа Дубровочка. Да это шутка. Да. В жупе цафтате и... Слева года звучит так тяжело. Как? Где? В жупе. Ну, Дубров... Ну, Дубровочки. Клаты. Вот. Так что там тоже много населения. В городе где-то там 40 тысяч. Мукошица, жупа, иконавли. До границы Черногории. Есть многие, которые работают в Дубровнике, в городе. Но ездят каждый день до границы Черногории. Там 40 километров до границы. Ты помнишь те сложности, с которыми ты столкнулся, когда приехал? Точно язык? Я хорватский знал хуже. Куда хуже. А те минусы... Ты его знал уже хоть чуть-чуть? Знал уже, да. Чуть-чуть? Поехать, арендовать. Поехать в магазин, себе сделать бумаги, в банк ходить. Становить все легче и легче. Ну, а медицинский язык я знал куда лучше, чем обычный. Как и английский. Медицинский, английский. Все медицинские термины на латинском. Так что в больнице было куда меньше проблем, чем в других местах. Чего тебе здесь не хватает? Почему ты скучаешь? Я конкретно в Дубровнике скучаю очень по большому городу. Поскольку я из Петербурга, и возможности большого города это всегда что-то такое, чего не хватает. С садиками, школами, я так понимаю, ты не сталкивалась. Но хотя бы от тех мамочек, которые русскоязычные, что-то слышала об образовании? Все-таки количество садиков пока не настолько велико, как количество детей. Поэтому всегда есть приоритеты, чьи дети попадают в садик. Если оба родителя работают, ребенок 100% попадает в садик. Если есть в семье один из родителей со статусом работает в полиции. В общем, разные какие-то такие нюансы дают свой дополнительный бонус для попадания в садик. Школьное образование обязательно, оно бесплатное. По системе 8 плюс 4. 5 лет детки ходят, точнее 4 года в начальный класс. В Хорватии считается нормальным зарабатывать около 1000 евро чистыми. Это уже неплохо. Это уже неплохо, да. Зарплата официантов, грузчиков где-то 500-700 евро чистыми. Где-то так. При этом достаточно сложно лицам из третьих стран, особенно не из Европейского союза, устроиться на работу. Потому что сначала нужно доказать, что нет Хорвата, достойного на это место. А потом уже будут рассматривать кого-то из Евросоюза, а потом будут рассматривать себя. Так работает, по крайней мере, в большей части Евросоюза. Да, все верно. А так оно и выглядит. Насколько сложно тебе было устроиться на работу? Какая у тебя была работа? Сколько ты зарабатывала? Я довольно-таки быстро устроилась на работу, поскольку у меня был легализованный уже статус. И в случае, когда ты в браке с гражданином Хорватии, то рабочая виза не нужна. И я работу быстро нашла за два дня после объявления своего CV. Работала я, поскольку знаю иностранные языки, я начала работать в отелях аниматором. Вот эти вот разные тети, дяди, которые там ходят по пляжу, вокруг бассейна, развлекают гостей. То есть это вот была моя работа. Но я люблю общение с людьми, поэтому это было мне абсолютно не в тягость. А потом я уже перешла в отель класса выше и там работала в отделе по общению с гостями. Ты помнишь свою первую зарплату? Это была сумма 5500 кун чистыми. То, что я уже получила на счет. Это много. Это да. Это выше среднего. Да, да. Я помню, что мы на эти деньги купили бытовую технику в нашу квартиру. Так что вот так. А потом ты решила вводить экскурсии и знакомить людей с Дубровником. Да, уже когда я легализовала свой статус как гражданство, у меня появилась возможность официально получить лицензию гида. Я прошла специальные курсы, для которых нужно было доказать уровень языка и свое образование подтвердить. Поэтому я все это прошла и сейчас занимаюсь уже профессией гида несколько лет. И ее очень люблю. И, в общем-то... Мне кажется, что условно нашим, украинцам, белорусам, россиянам, казахстанцам, армянам, грузинам здесь, кроме туризма, очень сложно. А где они работают? Здесь есть возможность работать в сфере обрабатывающей промышленности. То есть либо какие-то заводы по рыбообработке, либо строительство, либо деревообрабатывающая промышленность. То есть есть возможность найти вот такую вот низкоквалифицированную работу. А скажи просто, зачем пересечь в Хорватию? Я пока для себя еще до конца не определил. Не знаю, вы определили или нет. Зачем пересечь в Хорватию? Потому что это прекрасная страна с прекрасным климатом, безопасная страна, что немаловажно. Ты спокойно отпускаешь детей на улицу? Отпускала? И отпускала, и в принципе... Ключи в машине оставляешь? Нет, ключи в машине не оставляю. А горы оставляют. Горы с Дубровником. Вероятно, в каких-то маленьких городках я верю, что это так и есть до сегодняшнего момента. Но как только мы заселились в нашу новую квартиру, и еще у нас не закрывался вход в центральный подъезд, у нас украли коврик, который был перед дверью. Такой прекрасный коврик. Это... Боже, не хочу албанцев обидеть. Скажем, это наши какие-то, скорее всего, сделали. Наши туристы. Лена, получилось так, что ты перевезла сюда своих двоих дочерей, и сразу они у тебя пошли учиться. Поэтому ты можешь сравнить образование, которое у тебя было в Беларуси, в Минске, и здесь. Наши дети с постсоветского пространства, которые приезжают, они более... О, good morning! Welcome back! Они более амбициозные. Они более нацелены на результат. Они такие борцы. Местные дети гораздо расслабленнее. И, опять же, я не скажу, что они ленивые. То есть это совершенно не то. Просто система другая. К ребенку здесь отношения в школе достаточно трепетные. Создаются все условия. Ну, а уже уровень преподавания, подготовки зависит от конкретного учителя. Что касается иностранных языков, уровень perfect. Ты школой вообще довольна была, когда дети учились? У тебя были какие-то сложности? Как дети адаптировали в школе? Младшая моя, как только приехали, адаптировалась очень легко. Для нее были созданы все условия. Там порядка двух месяцев ей дали период на адаптацию. Как раз дети в школе. Прикольно. И ей не ставили оценок никаких. Соответственно, ей дали время для того, чтобы она адаптировалась в еде, выучила язык. Она старшая сразу попала в такой... Жестяк. Да, в жестяк. Должны были писать тест по хорватскому языку. А дети у меня привыкли к тому, что листочек пустой не сдается. То есть, так воспитанное что-то. И должен в любом случае показать какой-то результат. Соответственно, она там что-то написала. Получила единицу с комментариями. Но это было такое небольшое разочарование. Разочарование, потому что было обидно вначале. Ребен уже не знал хорватский язык. Да, но ее сразу поставили в такие условия. Покажи нам. Старшая поступила куда-то в высшее учебное заведение? Она уже его закончила. Да? Какое? Факультет математики. Она 3 года отучилась в Загребе. А уже магистратуру заканчивала здесь. Она с хорватским паспортом получается или нет? Нет, она с постоянным видом на жительство. Но будет иметь хорватский паспорт? Если захочет. Давай теперь вопрос про медицину. Сталкивалась 100%. Я сталкивалась с разными ситуациями. Что сразу бросается в глаза. Многие врачи, которые работают в государственной больнице, имеют свои частные кабинеты. И, соответственно, ты в больницу должен иметь или знакомство, или тебе повезет. Например, у меня были такие случаи, когда я получала на следующий день буквально. Пришла записываться. Мне освободился прием. И меня в следующий день приняли. А если у тебя нет никого знакомых, то ты тогда будешь ждать в общей очереди, которая может длиться месяцами. И опять же, если этот же доктор принимает частным образом, ты придешь к нему заплатить за частный визит. И, соответственно, у него есть возможности каким-то образом тебя продвинуть в больницу. На каких документах ты здесь находишься? В начале 5 лет как рабочая виза. На год они продлевали каждый год. А с 2014 года уже граждане Хорватии. Уже 7 лет. Ты уже гражданин Хорватии? Да. Congratulations. Это сильный паспорт? Thank you very much. Сильный паспорт. Через, может, год-два поедем в Америку без визы. Как Бельгия, как Германия. У меня двойное гражданство. С армянским паспортом на восток, с хорватским на запад. Я когда готовился, я смотрел, что врачи чуть ли не самые высокооплачиваемые сотрудники. Да. Точно. То есть 4 тысячи евро зарплата? Точно. Все зависит от стажа. Профессура, докторат, все. Все это складывается. Дежурство, все это складывается. Может, доктор может получить от 1500 до 3500-4000 евро зарплату. Сколько тебе сейчас платят? Ну, если со 5-6 дежурств до 3000 евро. Чистыми? Чистыми, да. Нету, да. При этом средняя зарплата где-то 600-700 долларов. И 1000 это уже считается хорошо. Да. Это из того, что я знаю. Учителя получают до 1000 евро из того, что я знаю. По-моему, 700 с чем-то или 900 с чем-то? Да, да. Медицинские сестры там где-то 900 евро. В зависимости от дежурства. За сколько ты купил квартиру и на каких условиях? Дом. Дом? С маленьким садиком, да. Сколько денег? 190 тысяч евро. 190 тысяч евро с маленьким садиком. Сколько квадратных метров? 80 квадратов и садик 300 квадратов. Интересный вопрос у доктора, у хирурга. Спросите о медицине. Какой здесь уровень медицины? Уровень хороший. Здесь больница провинциальная, но очень хорошо развита. Здесь делают очень многие операции, которые делают в западных хорошо развитых клиниках. Но только все-таки туристический город. Летом очень много пациентов, поэтому не можем успевать. Да, не можем все это успевать. И летом жарко. Докторам тяжело работать. Есть много трудностей. Молодые здесь не любят приезжать работать из-за дорогих цен на жилье, на паркинг. Не так легко переехать и найти дом с паркинга, квартиру с паркинг. Все, везде парковаться тяжело. Так что, поэтому я и так легко тогда нашел работу здесь. Потому что никто не хотел работать. Как у тебя отношения в коллективе? Ты дружишь с местными? Ну, я честно скажу, что дружу, но коллегиально. Так что часто встречаемся, идем на кофе, на пиво. Не сказал бы это. Слушай, а вот они с тережками постоянно вот так вот ходят. Это что значит? Это местные? Ни одна уважающая себя сплитчанка не пойдет в супермаркет. Обязательно пойдет за продуктами. Куда? На рынок. А чтобы не тащить тяжелые сумки, все, естественно, возят вот эти вот маленькие сумочки на тележке. Прямо как в Венеции. Здесь рынок, они здесь купаются продуктами? Да, здесь. И плюс еще есть рыбный рынок, который тоже очень популярен. И, кстати, у пожилых сплитчан это целый ритуал, целая процедура. То есть они встают рано утром, берут вот эту сумочку на колесиках, отправляются в старый город. И вот нужно обойти все места, то есть купить необходимые для приготовления обеда. Кстати, тоже интересная деталь. Обед готовится практически каждый день. Они очень щепетильно относятся к качеству продуктов. Собственно, у них есть такая возможность. Почему? Потому что на местном рынке до сих пор, конечно же, есть не какое-то количество перекупщиков, но все равно основная масса это бабулечки из ближайших селений, либо же какие-то мелкие фермеры, которые действительно выращивают свое и продают свою продукцию. Поэтому лучше каждая хозяйка пойдет, купит чего-то по чуть-чуть каждый день и приготовит из свежего обед для своей семьи. Вот чем она будет там наготавливать на неделю вперед. Хорватская кухня – это о чем? Это разная кухня. Например, здесь на побережье это больше срединноморская кухня. То есть это морепродукты, овощи, оливковое масло. Короче, срединноморская диета, позволяющая быть в основном стройными. Кстати, если ты заметил, местные в основном стройные. Да. Мы с тобой в какую-то Италию, по-моему, зашли. Мы находимся на площади Республики или прокуративы. Как ты правильно заметил, это практически реплика площади Святого Марка Венеции. Венеции, правда? Совершенно верно. И была построена вся вот эта конструкция, весь этот проект по настоянию, по идее мэра города, тогдашнего в 19 веке Антонио Байемонти. Можешь обратить внимание, кстати, одна сторона богаче украшена, вторая сторона немножко аскетичнее. Да, правда. А почему? Денег не хватило? Практически, да. Эта сторона уже была завершена после смерти. Были различные вопросы, касающиеся финансовых отношений. Нужно было выкупить землю, соответственно, вложений. И поэтому уже вторая сторона получилась немножко попроще. Скажем, чем горожане в свое время были очень недовольны видом. Я уверен, что все зрители давно хотят спросить. Лена, а чем ты зарабатываешь здесь на жизнь? Чем только я не зарабатывала. О, а ну-ка, давай весь список. На самом деле вопрос сложный. Вопрос очень интересный и сложный. Потому что в Хорватии это, как с моей точки зрения, это одна из основных сложностей. Найти работу. То есть, если ты открываешь свой бизнес, это одна история. Если ты ищешь работу, как наемный работник, это совершенно другая история. И я в свое время признала диплом, подтвердила. Но он никому не нужен. То есть... Какой у тебя диплом? Диплом о высшем экономическом образовании. А чем ты занималась в Минске? Я работала в дилерском центре Mercedes-Benz. Да. Продавала в финансы? Продавала, да, в продажах. Да, да, да. Много? Много. Много хорошо. Много хорошо? Да. И, соответственно, тут был для меня, конечно, такой небольшой шок. Я была уверена, что я с легкостью найду работу. Потому что верила в свои силы. И, опять же, есть такая ремарка интересная. В Хорватии население с высшим образованием не так много, как у нас. По статистике, на 2012 год порядка 16%. Но, тем не менее, главное, если у тебя есть связи. Я здесь работала в туристическом агентстве вначале, как туристический представитель. Затем в агентстве по продаже недвижимости. Что у меня еще в списке есть? Официантка. Я работала официанткой. И я работала в такси Uber. Чему местные очень удивлялись. Потому что я иностранка. Вожу их по их родному городу. И они очень удивлялись, как это так. Я тут не заблудилась. Как это я знаю улицы. Даже они не все улицы в этом городе знают. Потом в мою жизнь пришел яхтинг. Яхтинг? Совершенно верно. Мне кажется, Хорватия – это та страна, которая про острова, про яхты. Здесь же более тысячи островов. Из них населенных только до 50. И можно кататься между этих островков. Это просто волшебно. В Хорватии у многих манит красота Адриатики. Если вы мечтаете об отдыхе у моря на мягком песочке, эта страна вас слегка удивит. Почти все пляжи здесь плиточные или каменистые. Ну и морские ежи, конечно же, не выдумка. Так что да, друзья, купаться лучше в специальных тапочках. Поверьте, ваши пятки будут вам благодарны. Большинство пляжей в Хорватии муниципальные со свободным входом. Многие даже отмечены голубым флагом. За шезлонги и зонтики нужно доплачивать. Но при этом можно спокойно простелить свое полотенце и наслаждаться отдыхом за 0 евро. Загорать, плавать и смотреть, как местные играют в пиццыгин. Пиццыгин – это такая разновидность водного волейбола с элементами тенниса и акробатики, где главная задача – как можно дольше не ронять мяч в воду. Этот вид спорта родился в сплите, и местные прям, но очень фанатеют от него. Кроме того, хорваты обожают яхти. Очень красивая береговая линия. Это рай для яхтинга. У тебя своя компания? Нет, я наемный работник. Мы работаем в том числе и с рынком постсоветского пространства, но оттуда небольшое количество. Это дорого, наверное. Для наших, да, вероятно, дорого. Плюс визы. Все в комплексе получается дорого. Например, для тех же австрийцев и немцев это традиция, которая длится годами, если не сказать десятилетиями. Скажи мне, честно, сколько ты минимально зарабатывала здесь? Ой, даже, наверное, сейчас и не вспомню. Я тебе могу сказать, сколько платят официанту за смену. Это порядка 200 кун за смену, ну и чаевые, соответственно, твои. Самый большой доход. Месяц. Пять тысяч евро. Ого. Это где ты работала? Это был такой случай. Не буду распространяться, но это было. У тебя еще была какая-то работа. Давай поговорим о хорватах. Какие они? Они добрые, они отзывчивые, они разные. Если мы берем хорватов из северных регионов Хорватии, то это хорваты, которые очень трудолюбивые. И там огромное влияние на их такое вот формирование оказывала Германия. Готельтак. Готельтак. Австро-Венгрия. То есть вот они все делают четко, вовремя и много делают. Там в основном сконцентрирована вся промышленность Хорватии. То есть если там все поставить так, как должно работать, то они могут прокормить больше, чем целая Хорватия. А те, кто живет вдоль моря, эти люди, они особенные тоже. Они очень спокойные. У них есть даже такое понятие полако-полако. Наверное, как вот в Испании маньяна-маньяна. Я об этом подумаю завтра. Никуда не спеши, все будет хорошо. Уживайте. Уживайте, да. Уживайте. Да, уживайте. Наслаждайтесь, да. Жизнь коротка, живите сегодняшним днем. Но они шумные, они так вот галдят как-то вот такие. Их слышно всегда. Например, то, что я никак не могла понять, когда только сюда переехала, это вот стоять в магазине на кассе и беседовать. Люди встречаются, покупают что-то и увидели знакомые лица и начинают обсуждать, как у тебя семья, как у тебя это, как у тебя то. То есть ты стоя в очереди через несколько человек можешь услышать все истории, что у кого-то происходит. На очередь ждет, пока не поговорят? Конечно. Да. В Хорватии я слышал такое выражение, я не знаю, как на хорватском звучит, перевод на русский следующий. Они так мало не могут мне платить, как мало я могу для них работать. Ну, что-то да, вроде такого есть. Они здесь говорят, сколько денег, столько музыки. Это как? Ну, сколько ты заплатил, столько музыки и получишь. То есть они работать не очень любят? Работают трудолюбивые, но в каждом регионе этот труд оценивается по-своему. На севере побольше работают, на юге поменьше. Но работают, это главное. Какие у них отношения в семье? Если в соседней Черногории там патриархат в основном, и мужчина может себе позволить сидеть с утра до вечера с друзьями, пить кофе, немножко раки обязательно, можно потом продолжить пиво. Южане вообще ухаживают за девушками во время сезона. У него 90% этих мужчин любовницы и так далее. Когда, эй, ты нормальная жена, сиди дома, смотри за детьми и занимайся тем, что должна делать женщина, то как это в Хорватии? Здесь я читал, что женщины очень эмансипированы и на уровне с мужчинами. Скорее всего, и я с этим соглашусь. Это тоже здесь есть. И надо, кстати, сказать, что далматинская часть, где огромное количество семей таких, что муж моряк, а жена дома с детками сидит, пока он в дальних морях, то здесь, конечно же, женщина уже такая эмансипация. Не то, что 100%, это 200%. Отношения в семье всегда с уважением здесь. Это католическая страна. Здесь любое формирование в семье всегда проходит через церковь. Поэтому здесь отношения к семье воспитываются с детства. И всегда мужчины ценят своих женщин. И женщины ценят своих мужчин. Опиши мне среднестатистического хорвата либо хорватскую семью. Как они просыпаются? Чем живут? Какие у них интересы? Что они делают? Просыпаются рано утром, потому что рабочий день в Хорватии в основном начинается где-то в 8 утра. Так что все уже на ногах шести. Чашечка кофе. Одна, первая. Дети, садик, школа, офис и другие какие-то предприятия. Потом все это собирается дома, семейство. И все, как всегда, торжественно. Ужин должен соединить семью задним столом. И, конечно же, воскресенье – это тоже святое дело для них, когда они ходят в церковь и собираются тоже за обеденным столом с более широким кругом близких им людей. Расскажи мне о хорватских девушках. Темпераментные. Темпераментные? Темпераментные, да. Здесь славянская кровь. А южная? Южнославянская? Южнославянская. Горячая? Горячая, да. Поэтому так говорят. Красавица. Южная никому не нужна. Главные плюсы жизни в Хорватии вообще и главные минусы? Я думаю, что минусов очень мало. Потому что люди не понимают, живя в городах больших, бегут за деньгами, а забывают о природе. Живут в этих урбанизированных средах. Тренажерный зал, бассейн, квартира – все это искусственно. Забывают о природе и только запоминают там летом пойти месяц там или два-две недели или может только викендом за город поехать. А здесь в Хорватии в основном на Далматию, конечно, я имею в виду, если я говорю о Хорватии, я имею в виду Далматию. Прибрежные эти все города. Постоянно в контакте с природой. Так что я здесь минусов не вижу больших. В Армении природы не хватало? Да, я жил в Ереване, в городе. В городе нету туда. А здесь маленькие города, везде природа, везде море, речки, деревья, все есть. В Хорватии не так уж в плохом положении, как Армения в географическом отношении. Так что и хорошо сориентировались в Хорватии, что касается внешней политики. И так нашли свое место под солнцем. Что бы ты хотел, чтобы Армения позаимствовала у Хорватии? В дипломатии. У Хорватов хорошая дипломатия. Особенно у дубровчан. Дубровник никто не завоевал, кроме Наполеона. Турки здесь владели 500 лет, но никогда не владели дубровником. Они платили дань, все платили. Никогда они не вошли в город. Так что дипломатия отличная. Надо учиться от Хорватов дипломатии. Почему ты скучаешь здесь, того, что тебе не хватает? Скучаю по лавашу, Армян. И по абрикосам. Да. И по шашлыку, конечно. Здесь такого мяса нет, как у нас. Открыл бы ресторан здесь. А все равно мясо не найдут такого, как у нас. У нас еда сырое, сырье у нас хорошее. Продукты покупаешь здесь, либо куда-то ездишь, когда хочется, не знаю? Здесь, да. Столько времени нет, чтобы поехать. Хотя здесь вблизи и Черногория. Это первый город. Герцог Новый. И Требеди. Это Босни Герцоговина. В Миксмарте не ездишь? В Миксмарте езду. Ну, за дымленными этими копчеными рыбами. Копчеными рыбами, солеными огурчиками башковыми. В Хорватии не продаются, а в Черногории продаются? Да, в Хорватии нету Миксмарта. И шпроты латвийские покупал там. Что-то только что было. Это был обед для голубей. Война войной, а обед по расписанию. Точно в полдень, каждый день наши местные голуби получают свой обед. И, кстати, это статья о расходах из городского бюджета. Представляешь, сколько им дали на корм в 2019 году? Сколько? Как ты думаешь, сколько? 100 000 евро. Не, поменьше. Не такие они прожорливые. 6 000 евро приблизительно для того, чтобы вот этих крошечек покормить кукурузой. Чем примечательно это место еще Дубровника? Здесь небольшой маленький рынок, ресторанчики и, самое интересное, испанская лестница или лестница позора из сериала «Игра престолов». Как отразилось то, что здесь снимали «Игру престолов» на жизнь в Дубровнике и вообще на туризм в Дубровнике? Это дало огромную рекламу этому городу. Она до сих пор еще работает, этот сериал работает на этот город. Туристы приезжают, и эта лестница обязательно для посещений и для фотосессий там. А иногда бывают и такие очень экстремные кадры, когда девушки топлес пытаются пройтись по этой лестнице. Серьезно? Серьезно. О! Как развлекаются местные? Как развлекаешься ты? Местные развлекаются за чашечкой кофе. Либо, когда это лето, вечером за бокалом вина, где-нибудь в каком-нибудь баре на берегу моря. То есть развлечение – это общение? Да. Все верно. Они очень любят общаться. После 13 лет жизни здесь, в Хорватии, в Дубровнике, ты чувствуешь себя местной? Ты смогла стать своей? Я себя чувствую местной. Благодаря, наверное, все-таки тому, что я знаю язык. Очень общительный человек. Я не закрылась в своих четырех стенах. И, в общем-то, жизнь, она двигает тебя куда-то дальше. Класс. Благодарочка. Мы по дороге с тобой заехали в магазинчик. Ты взял себе немного пивка. Да, очень мало, да. Я снимал недавно в Черногории. Там разрешено 0,3 промилле. Потому что черногорцы с утра любят немножко раки вместе с кофе. А здесь 0,5. Здесь 0,5 даже разрешено? Побольше, да. Раки утром, а потом уже пиво, вино вечером. Ага. Понятно. Что это за город Цафтат? Можно сказать, что здесь начинается история Дубровника. Потому что этот город был еще до Христа. У меня первое впечатление. Такой очень маленький латиноамериканский колониальный городок. Но очень красивый. И это, мне кажется, чисто туристически. Здесь местные не живут, правильно? Живут. Здесь местные живут, да. Местные живут? Да. В этих старых домах есть и апартаменты за аренду. И местные живут. Здесь дороже или дешевле отдыхать, чем в Дубровнике? Не дороже, как в Дубровнике, точно. Как и во всех городах. Только может на Страдуне. В старом городе в Дубровнике подороже. А во всех городах Хорватии, там, где на берегу моря, в основном те же цены. Подальше от моря цены, конечно, здесь подешевле, чем в Дубровнике. Расскажи, пожалуйста, какие они хорваты? Ну, хорваты, я бы сказал, что положительный народ, конечно. Мы жили в коммунизме. Мы учили в школе, что надо то, что можешь сделать сегодня, не оставься завтра. А у нас, у далматинцев, не у хорватов всех, в основном далматинцев, которые нам поближе живут. Говорят, то, что можешь сделать завтра, оставь за завтра. Не надо сегодня здесь плакать. В больших городах надо сделать, сделать, сделать. И куда? Да. Вот у далматинцев одна такая история. Один рыбак ловит до берегу со штабом. Как? Со штабом ловит. С удочкой. С удочкой ловит. И приходит один богатый человек на яхте, который тоже на удочке ловит. Говорит, а что ты на удочке ловишь? Ты же на Хорватии живешь, здесь много рыбы. А можешь купить сеть и много рыбы ловить. А зачем? Говорит. Ну, чтобы купить лодку. А зачем мне лодка? Говорит. А чтобы с лодки уже. Бросишь сеть в море и выловишь больше рыбы. А зачем столько рыбы ты? Ну, продаешь больше рыбы, купишь яхту. А хорватка спрашивает, а зачем мне яхта-то? Говорит, ну, на яхте, как я, бросишь удочку и выловишь рыбу. А говорю, а что я делаю-то? Зачем? И вот так. Тебя в Армению тянет? В Армению за последнее время, после войны нет. Была последняя Карабахская война, очень плохая была. И плохо повлияло на атмосферу в Армении, на армян. Так что сейчас я был в Армении в апреле, в мае. Так что сейчас уже не тянет. Очень плохая атмосфера. Где ты видишь себя дальше? Останешься здесь дальше жить или хочешь хоть дальше жить? Я вижу, да, я вижу мою целую жизнь здесь, в Дубровнике. Еще один самолетник, и мы говорим тебе, как по-армянски спасибо? Ты мне говорил? Шнура колутен. О боже, давай починь. Шнура колутен. Шнура колутен? Точно, шнура колутен. Шнура колутен, благодарочка. Ну, как говорят спасибо. Хвала. Ну, хвала тебе. И всей Хорватии за ваше гостеприимство. Я был в Грузии, там, конечно, кормят, поят, гуляют. В Черногории поят, кормят, гуляют. Что-то вас не кормят, не поят и не гуляют. Зато стульчик, как у Козырной, предложили. Вообще еще и с юмором. Вообще прям с юмором. Какие они, хорваты, на самом деле? Я могу сказать больше за далматинцев. Они очень любят семью, обожают, особенно мужчины, обожают своих детей. То есть первое, что мне бросилось в глаза, когда я только переехала, большое количество папашек, гуляющих с колясочками. То есть мама может тоже присутствовать на этой прогулке, где-нибудь сидит за столиком кафе. Мама из их семьи. Из их семьи. Или из другой. Могут быть и смешанные, вероятно. Но, во всяком случае, мамы беседуют за чашечкой кофе и за сигареткой. Это тоже здесь очень прям распространено. А папочки с колясочками так очень старательно выгуливают детишек. Но на самом деле детей-то здесь любят все. Если ты придешь в магазин с маленьким ребенком, все от кассира до директора, если он тебе встретится, все ему там потреплят за щечку и сделают какой-нибудь комплимент. Сами по себе семьи хорватские, опять же, тоже достаточно традиционные. Очень часто, например, обед у родителей. Воскресный обед у родителей, либо, может быть, у каких-то родственников. Это тоже как часть традиции. Они... Зовут на обед кого-то. Могу сказать, что я редко очень наблюдала какие-то эмоциональные сцены на улице. То есть они, вероятно, выясняют отношения в каких-то своих... в стенах своей квартиры. Редко увидишь пьяного на улице. То есть здесь они пьют. Они пьют достаточно много. Вино хорватское. Это вообще святой напиток. Впервые слышу про хорватское вино. Про грузинское, итальянское, французское, новозеландское, австралийское. Про хорватское. Да, потому что на наших рынках оно не распространено. Было бы очень дорого. Но на самом деле, открою тебе секрет, все калифорнийские вины американские, они из хорватской лозы. Как хорватские мужчины ухаживают за девушками? Здесь полная эмансипация. Хорватские мужчины не дарят цветы. То есть я буквально наблюдала парочку каких-нибудь старичков, которые на 8 марта шли с букетиком. Или вообще, в принципе, несли какой-то букетик. Здесь у них нет этой традиции. Хотя женщины, безусловно, цветы принимать любят. Это я могу точно сказать, потому что беседовала со многими местными дамами. Просто у них здесь, к сожалению, нет этой традиции. С учетом того, что мы на море, хорватское свидание выглядит так. Или идем на кофе, или на какой-то напиток. То есть они встречаются таким образом. Или идем на пляж. Самые распространенные варианты. А так уже можете, конечно же, и в кино, и дальше. Но вот такого вот прям института ухаживания я не заметила, как у нас. В чем основная разница наших менталитетов? Я думаю, что мы слишком быстро делаем. То есть мы сначала сделаем что-то, прям бежим. А потом думаем. Реактивные. Да, слишком. И, может быть, в каких-то моментах агрессивные. Потому что все-таки исторически и плюс холодные зимы мы должны каким-то образом выживать все время. Здесь люди расслабленные. И когда ты идешь по улице, даже очень часто можешь видеть, как встречаются друзья. То есть это полно улыбок. То есть он встретил друга, они улыбаются, они разговаривают, они обнимаются. Могут тоже поцеловаться, как итальянцы. На дороге могут встретиться, остановиться и болтать какое-то время. Совершенно верно. А пробка стоит. И мало кто сигналит, кстати, при этом. Да, потому что это совершенно нормально. Или перекрикиваться из машины с человеком, который стоит на другом конце улицы, просто потому что ты его увидел, это прохожий. Да, есть такое. Опять же, машину могут поставить рядом с какой-нибудь спиццерией или сэндвичницей. Просто в полосе. Просто потому, что ему нужно приобрести этот сэндвич. А поруковочки нигде нет. И все объезжают, потому что все к этому привыкли. Они тебя приняли за свою? Сложный вопрос, потому что мои друзья, те, с кем я дружу, они меня приняли. А как ко мне относятся остальные люди, это нужно о них спросить. Хочешь домой возвращаться в будущем? Ты хочешь здесь остаться жить? А мой дом теперь здесь. Мой дом там, где моя семья. Благодарю. Друзья, тот самый момент, когда вам нужно написать в комментарии. Благодарю, Андрей. Благодарю команду за то, что сняли, смонтировали. Благодарю героев за то, что поделились, рассказали. И вдохновили. Не знаю, на что мы вдохновили, но скорее всего на что-нибудь вдохновили. Либо пойти погулять на улице, либо отправиться в Хорватию, либо куда-то полететь, в Азию, Европу, Северную Америку. Что нужно сделать, чтобы выиграть 1000 долларов на авиабилеты? Ставить лайк видео, быть подписанным на мой канал и написать в комментарии, что больше всего вам понравилось в этом видео, а также откуда и куда вы хотите полететь. Ровно через неделю я сделаю розыгрыши с помощью Random.org и в сообществе опубликую результат. Вот только что здесь должна была быть прощалка. Я хотел бы подойти на край, потрогать воду, умыть и сказать, ну, наконец-то, мы сняли еще одну страну. В нашем списке экспатов теперь есть и Хорватия. И чуть не свалился туда, в море. Я не знаю, хотели бы вы жить в Хорватии, Черногории, либо в других каких-то странах, но, в общем, вам выбирать. Самое важное, что куда бы вы ни приезжали, как турист, путешественник, либо на постоянное временное местожительство, неважно как, вы всегда привозите себя. И такого, либо такую, как вы привезете, такой и страна, и город вам откроется. Путешествуйте больше, наслаждайтесь тем, что у вас есть сегодня. Наслаждайтесь жизнью. Пока. Пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»